Числовая ось Прямую, на которой выбрана начальная точка, положительное направление и единичный отрезок называют координатной или числовой осью. Рассмотрим прямую с начальной точкой О и выбранным положительным направлением, указанным стрелкой. За единицу длины на данной прямой возьмем произвольный отрезок. Такая прямая будет называться осью. Если отложить по оси от точки О единицу длины, произвольно взятый отрезок, вправо и влево, а концы полученных отрезков, расположенных справа, отметить положительными числами, а слева отрицательными, то такую ось называют числовой осью. Число 0 на ней будет совпадать с точкой О. Таким образом, любое число, положительное, отрицательное или 0, может быть отображено только в одной точке оси. Точка и число являются разными понятиями. Когда говорят, что данная точка изображает число, например, 2,5, это значит, что данная точка находится на расстоянии 2,5 единицы длины от начальной точки О. Вместо того, чтобы говорить точка, соответствует числу 2,5, или точка изображает число 2,5, говорят, точка 2,5, ну и так далее. Число, которое соответствует данной точке, называется координатой этой точки. Так как все точки на оси имеют определенные координаты, то такую ось также называют координатной осью, или координатной прямой. Вот и все. Подписывайся, если, конечно, хочешь знать больше. Подписывайся, если, конечно, хочешь знать больше.